Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». Сегодня среда, 21 апреля. О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Кристина Мелехова. И вот лишь некоторые темы этого выпуска. Сдали больше, а получилось меньше. И как бийская пенсионерка стала жертвой мошенников? Зажгли факел и устроили чаепитие. В Наукограде запустили в эксплуатацию два газораспределительных узла. Брызги во все стороны. Сегодня в Бийске стартовало первенство Алтайского края по плаванию. Борьба за медали будет напряженной. Очередной провал в Бийске на улице Матросова образовалась огромная яма. Не на дороге, а на тротуаре возле автобусной остановки. И кто займется восстановлением, пока неизвестно. По информации администрации города, ордер на проведение работ получила компания «Бийск Энерготеплотранзит». Хотя энергетики сегодня нам пояснили, что действующих тепловых сетей здесь нет. И никаких документов они не получали. Судя по выставленному здесь ограждению, его, видимо, поставили сотрудники водоканала. Вопрос благоустройства данного участка подвис в воздухе. Сегодня мы направили в администрацию официальный запрос, чтобы выяснить, кто же получил ордер и кто займется восстановлением асфальтового покрытия и газона. В «Бийске» начался ежегодный месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Кроме общественных территорий, одновременно наводится порядок и во дворах. Однако, по опыту прошлых лет, собранные мешки с мусором и кучей листвы могут лежать рядом с домами месяцами. Чтобы избежать этого, бийчане с горно-алтайской забили тревогу заранее. В этом дворе «Бийска» весенняя уборка началась на несколько дней раньше, объявленного общегородского субботника. Однако, у жителей дома 79-1 по горно-алтайской особой радости по этому поводу нет. Причина в том, что весь собранный мусор складируется на их придомовой территории и не вывозится, по их словам, месяцами. Все соседние близлежащие дома чистят свои территории и несут сюда вот этот мусор. То есть, соответственно, это только начало. У нас это началось буквально с той недели. Я забила сразу тревогу, потому что у нас это продолжается и осень, и весну стабильно каждый год. Вот дворники, они, конечно, молодцы, что убирают, но почему-то они сюда приносили мусор с соседнего дома, убирали территорию на соседнем доме, а вот складировали на территорию моего дома. Я нахожусь, получается, 79-1. Это наша придомовая территория, которую тоже обязана управляющая компания убирать. Они почему-то его здесь просто складируют. Кроме дворников, весной здесь наводят порядок жители всех соседних домов. Выходят на уборку и мусор каждый год несут в одно и то же место. Вот были теплые дни, я вышла, там вот кучку сгребла, до сюда еще не донесла, потому что тут на работу ходила. Почему сюда нести? А я не знаю. Мы переехали не так давно, но изначально я как увидела, все сюда складывали. Возможно, потому что, может быть, машине сюда легче подъехать. Это надо задавать вопрос управляющей компанией. Местом преткновения стала бывшая зеленая зона. Теперь здесь парковка. Жители опасаются, что неосторожно брошенная в сухую листву непотушенная сигарета может стать причиной пожара. Ну а сама куча провоцирует возникновение посреди двора настоящей свалки. Со всех домов, если несут мусор, у нас бывает, что приносят, здесь ставят унитазы, которые сняли. Кто-то еще, может быть, какие-то свои мусоры, отходы, там, не знаю, деревяшки, еще что-то. То есть, ну, это как бы даже, в принципе, неэстетично. То есть, это вот прям вот свалка мусора. То есть, соответственно, если они бы принесли сюда, и здесь лежало день-два, наверное, никто бы обращаться не начал. Чтобы не повторять сценарий прошлых лет, Татьяна обратилась с просьбой в управляющую компанию принести место складирования. Но найти компромисс оказалось непросто. Вы можете нам пойти на встречу? Вы меня извините, мы как ее будем переносить? Просто убрать ее и больше дальше здесь не складировать. Вы меня извините, я сегодня это не складирую, а завтра придется опять сюда складировать. Куда я перенесу? Вы мне обозначите, куда я перенесу? К детской площадке я туда перенесу ее. Не надо где-то. Вот в том-то и дело, что здесь детская площадка. Она далеко детская площадка еще, но... В жилищной инспекции нам пояснили, что мусор, собранный из придомовой территории во время субботников, не относится ни к ТКО, ни к крупногабариту. Определения, как и где его складировать, в существующих нормативах нет. То есть, на факте получается, где удобнее, туда обычно и складывают. Конкретика только в одном. Вывозит управляющая организация сразу же, как только на месте, скапливается больше кубометра мусора. Она же не отказывается, управляющая компания, давайте ей дадим срок. Еще только начали его подметать, убирать, складировать, уже начинают звонить и начинают поднимать этот вопрос. Давайте ей дадим срок. Если она не вывезет, то тогда начнем принимать какие-то меры, убирать. Для массового вывоза собранного мусора администрация определила три даты. 24 и 30 апреля, а также 5 мая. Сам же общегородской субботник продлится до 20 мая. Если после этой даты мешки и куча листьев останутся там, куда их сложили, вот тогда бичане из этого двора или с какого-нибудь другого могут иметь полное право жаловаться в жилищную инспекцию. Марина Волкова, Иван Зяблецкий, Буднин. Бийская пенсионерка стала жертвой мошенников и потеряла больше 40 тысяч рублей. Женщине никто не звонил по телефону. К ней пришли домой и принесли шубу, две куртки и постельное белье. Мужчина пояснил, что он предприниматель, закрывает в городе свои отделы и намерит вернуться на родину. Я говорю, да зачем? Я говорю, ну благослови меня, я говорю, благословляю тебя. Он потом, да, дай пятерку, пятерку мне, чтобы благослови, пятерка, чтобы мне ехать, нам было получено. Но я подошла, достала, мне как-то продавал. Да, пятитысячные. А мы только пенец вчера получили, у меня 30 было, 6 пятитысячных. И я при нем заскочил туда, в комнату, я открыла, так полотенце-то разворачиваю. Он все, мать его, беру пятитысячную, а я это заматываю, закрутил, да, и вот так закрутил, говорит, убирай, скорее в дверь. Бабушка-инвалид по зрению. Сразу не поняла, сколько наличных забрал незнакомец. Когда складывала деньги на место, поняла на ощупь, что банкнот стало больше. Оказалось, что мужчина забрал пятитысячные и подложил пенсионерке несколько купюр номиналом 50 и 100 рублей. Догнать незваного гостя женщина не успела. Как рассказали соседи, мужчина был не один и передвигался на черной иномарке. В полиции по данному факту уже возбудили уголовное дело по статье мошенничества. В настоящее время разыскиваются лица, совершившие преступление. Уважаемые бейчане, будьте бдительны. Вы смотрите информационную программу «Будни» и вот о чем мы расскажем дальше. Зажгли факел и устроили чаепитие. В Наукограде запустили в эксплуатацию два газораспределительных узла. Брызги во все стороны. Сегодня в Бийске стартовало первенство Алтайского края по плаванию. Борьба за медали будет напряженной. Бийск за новыми весенними куртками и ветровками по оптовым ценам идем в Ермак. Митрофаново 35, остановка вокзал. У жителей еще почти 500 частных домов Бийска появилась возможность подключиться к голубому топливу. В Наукограде торжественно запустили в эксплуатацию два газораспределительных узла. О том, как долго горожанам пришлось ждать этого события, расскажем далее в сюжете. Голубое топливо дошло и до поселка Новый. Жители частных домов давно ждали этого события. Строительство газовой ветки началось еще летом прошлого года. Стоимость проекта порядка 12 миллионов рублей. Это внебюджетные средства. Работа была проделана большая. Трудности были. Во время прокладки труб специалисты столкнулись, как они говорят, с тяжелым грунтом. Здесь глина. При строительстве применялось для подцепки трубы дополнительный песок. Сложности были с грунтами потяжелее, чем в заречной части города Бийска, чем район Спички. Тем не менее, это не помешало выполнить все работы в заявленные сроки. Ой, ну-ка давай. Голубой огонечек. Так. Ой, чаек. Сейчас будем чай пить. На покупку и установку газового оборудования жителям частного сектора пришлось серьезно раскошелиться. Удовольствие не из дешевых. На это уходит порядка 200 тысяч рублей. Но теперь отпала необходимость колоть дрова и заготавливать на зиму уголь. Люди довольны. А теперь-то, конечно, вот подключили сегодня газ. Чистота. Я к Василию Прокопьевичу вот пришла. Так он прямо чистенько, тепло. Разделся, ходит голый. Да трусовый. Я говорю, ты чего, Василий Прокопьевич? Говорит, жара не могу. Здесь, в поселке Новый, подключиться к голубому топливу теперь могут больше 350 домовладений. А в день открытия газ запустили жителям 45 домов. Помимо поселка Новый, в этот день газ получили жители, проживающие в районе спичечной фабрики. Там тоже зажигание факела отметили чаепитие. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Будни. В знак благодарности сотрудники 2-й городской больницы за работу с ковидными больными получили награды от Русской Православной Церкви. Награждается Тупикова Христина Юрьевна, врач-инфекционист. Аксия. Аксия, аксия, аксия. В храме Пресвятой Богородицы у Миления сотрудникам ковидного госпиталя вручили медали «Патриаршая благодарность». Эти награды по всей стране сегодня получают все те, кто противостоит пандемии коронавируса и борется за жизнь и здоровье людей. Ковидный год медики действительно работали на износ. Они круглосуточно были на посту, порой неделями не видели своих родных и близких. Это очень сложное время, очень тяжелое. И кто не болел этой коронавирусной инфекцией, тот не знает, насколько тяжело и какие вообще последствия этой болезни, и насколько тяжел этот труд тех людей, которые там работают. А теперь о новостях спорта. Сегодня в Бийске в спорткомплексе «Заря» стартовало открытое первенство Алтайского края по плаванию. В Бийск приехали сотни спортсменов со всего региона и не только. Более подробно далее в сюжете. Кроль, брас, дельфин. Спортсмены соревнуются во всех видах плавания. В открытом первенстве Алтайского края принимают участие дети в возрасте от 7 до 13 лет. Для многих из них это первый серьезный старт. Для них это очень важный старт. Это подведение итогов, то, что они могли натренировать какие свойства, качества в течение года. И посмотреть, каких результатов они добились. Ну, я надеюсь, порадует своих и тренеров, и родителей. В общей сложности на водной дорожке выйдут порядка 500 спортсменов. Среди них не только представители Алтайского края. В Бийск приехали пловцы из республики Алтай и Новосибирска. По словам тренеров, бийчане подошли к соревнованиям в хорошей физической форме. Они готовы побороться за награды. Наша команда готова хорошо. Конкуренция большая. Вот сейчас город Новосибирск, они конкуренцию нам оказывают вообще серьезную. И они сейчас Новосибирск в стране по плаванию вслед за Москвой и Санкт-Петербургом как бы занимают третье место на всех чемпионатах России, на всех международных соревнованиях. Они достойнейшие спортсмены. Но мы им сопротивляемся. Кроме слов напутствия, поднятия флага и гимна, на торжественном открытии прошли показательные выступления по судомодельному спорту. Обычно корабли и подводные лодки запускают на открытой воде. Но сегодня в честь долгожданных соревнований по плаванию для гостей подготовили необычный сюрприз. Зрители смогли поближе познакомиться с техническим видом спорта, который включает в себя не только запуск моделей, но и их проектирование и постройку. Судомодельным спортом занимаются как юноши, так и девушки. Есть и чемпионы мира, очень много. Сейчас все в основном смотрят в телефоны. И руками мало кто что делает. А такое именно занятие техническими видами спорта, может быть у кого-то появится желание прийти заниматься в кружок технический. Не обязательно суда. Есть авиа, авто, ракета. Сразу после торжественного открытия стартовали первые заплывы. Соревнования будут проходить на протяжении трех дней. По итогу первенства разыграют порядка 40 комплектов наград. Кроме медалей, дипломов и подарков, юные пловцы получат бесценный опыт, который в дальнейшем, возможно, определит чью-то спортивную карьеру. Кристина Мелихова, Иван Зяблицкий, Будни. Телефон 777-703, код города 3854. Медицинская услуга. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Завтра, 22 апреля, в Бийске будет пасмурно. Ожидается мокрый снег с дождем. Ветер слабый. Его направление в течение дня будет меняться. Влажность воздуха утром будет высокой, но потом станет комфортной. Атмосферное давление к вечеру тоже повысится. Магнитное поле Земли спокойное. Ночью минус 3, минус 5, днем плюс 2, плюс 4. Что ж, и это все новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы Будни доступны в социальных сетях в группах Бийск Мой Город, на Ютьюбе, а также на официальном сайте газеты Бийске Рабочий, bework.ru. Счастливо, еще увидимся.